Привет, друзья! Сегодня не совсем привычное видео, потому что это будет не топ, а такой себе обзор. А всё дело в том, что я наткнулся в ленте новостей на один довольно интересный смартфон, остановился на нём, задержав взгляд на характеристиках, а когда посмотрел на ценник, то и вовсе решил снять для вас это видео. Речь пойдёт о Yumi DJ F1, и он понравится, если не всем, то очень многим. Yumi DJ это китайский бренд, который создал уже немало устройств и сейчас добивается хороших продаж и в наших странах. Ранее он назывался Yumi и в первую очередь был известен своими бюджетными устройствами с улучшенными относительно конкурентов характеристиками. Позже они провели ребрендинг и стали уже Yumi DJ, однако на деле поменялось мало. Во втором квартале 2018 года компания представила привлекательные модели Z2 и Z2 Pro. Снаружи они напоминают iPhone X, а вот стеклянная изогнутая тыльная часть своим оформлением повторяла Honor 9. Не самые плохие примеры для подражания, стоит сказать, воплощение всех самых актуальных трендов. В Yumi DJ решили не изобретать велосипед. Так вышло и в случае с их бомбезной новинкой F1. Только они решили заменить монобровь на каплевидный вырез вверху экрана, как это сделали в OnePlus, что тоже похвально. Yumi DJ F1 уже успели прозвать убийцей Pocophone, и стоит признать, у него есть свои достоинства. Начнем с массивного 6,3-дюймового LTPS дисплея с разрешением Full HD+, 2340х1080 пикселей. При этом производитель заявляет, что экран занимает 92,7% в лесовой панели. Такого соотношения вы больше не найдете ни у одного из конкурентов в этом ценовом сегменте. Рамки здесь действительно маленькие, а соотношение сторон экрана 19,5 к 9, что тоже превосходно, опять же учитывая, что по своей сути это бюджетный игрок. Смартфон поставляется 64-разрядным восьмиядерным процессором Mediatek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти самого быстрого на сегодня формата LPDDR4X. Согласно данным производителя, F1 может легко обрабатывать игры высокого класса, такие как PUBG, Asphalt 9 Legends и т.д. Стоит сказать, что ресурс Fon Arena детально сравнил данный мобильный процессор с Qualcomm Snapdragon 636, который, к примеру, установлен в Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Mi Max 3 или Honor 8X. В конкретном случае были выбраны Xiaomi Redmi Note 5 Pro на 636 и OPPO F7 на Helio P60. Первый тест – Geekbench. В нем оппонент из Поднебесной показал значительно больший результат, чем американский чип, причем как в одноядерном, так и в мультикор-тесте. Вероятно, это связано с тем, что у него все 8 ядер работают на частоте 2 ГГц, тогда как в Snapdragon 636 ядра имеют максимальную тактовую частоту 1,8 ГГц. А в Antutu уже Snapdragon почти на 20 тысяч баллов опередил Helio. Стоит сказать, что 636 в основном превосходит Helio P60 за счет более мощного графического ускорителя Adreno 509, в то время как в чипе от Mediatek используется Mali-G72 MP3. В других бенчмарках оба чипсета также попеременно показывают лучший результат. Но главный вывод у теста такой – у Qualcomm Snapdragon 636 более производительное графическое ядро, а Helio P60 обладает лучшей отдачей самих ядер процессора. И еще один немаловажный вывод – наличие чипа Mediatek уже не повод не покупать смартфон на его основе. Umic F1 поставляется со 128 ГБ встроенной памяти, которая расширяется до 256 ГБ с помощью карты microSD. Такого объема памяти тоже нет ни в одном смартфоне от конкурентов. В данной ценовой категории, конечно же. На спинке Yumi DJI F1 находится двойная камера, в которой основной объектив имеет разрешение 16 Мп и диафрагму F1.7, а дополнительный глаз – на 8 Мп. Разрешение датчика изображения фронтальной камеры тоже 16 Мп со светосилой F2.0. Обе камеры поддерживают функцию распознавания лиц. В общем, тут тоже все в полном порядке. Со званием убийцы Покафона я не соглашусь, конечно. Это все-таки смартфоны из разных ниш. Я бы сказал, что тем, кому придется по вкусу Покафон, Yumi DJI не понравится. Покафон – это скорее смартфон для гиков и для тех, кто хочет самое лучшее за маленькие деньги. Yumi DJI F1 – это скорее выбор тех, кому нужен оптимальный смартфон за оптимальную сумму. Кстати, забыл сказать, что чипс от Yumi DJI F1 оснащен искусственным интеллектом. В свою очередь, это значительно помогает сэкономить заряд и без того немаленькой батареи. Смартфон обучается, как вам нравится пользоваться телефоном и сделает так, чтобы приложение и сервисы, которые вы используете мало, не разряжали лишний раз батарею. Также он адаптирует яркость согласно вашим предпочтениям и будет автоматически изменять ее в зависимости от обстановки. Таким образом, чудовищная батарея на 5150 мАч на борту обеспечит сумасшедшее время работы от одного заряда. А еще вы получите быстрое зарядное устройство на 18 Вт, которое обеспечит зарядку со сверхзвуковой скоростью. К тому же из коробки F1 уже идет с девятым андроидом на борту, что также помогает в вопросе автономности. В смартфоне не обошлось без гироскопа и слота Dual SIM. Можно вставить две симки формата нано или карточку памяти и одну наносимку. Для подключения и других функций устройство предлагает 4G, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS и поддержку абсолютно всех бендов. А еще из ништяков, которые понравятся абсолютно всем – возможность разблокировки по лицу, быстрый сканер отпечатков, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и даже NFC. UMI DJI F1 будет доступен в красном, черном и, конечно же, в золотом цвете. И поступит в продажу он только с 7 января с просто крышесносным ценником. Внимание! 199 долларов! Это нереально низкая цена на старте для устройства с подобными характеристиками. Что же можно приобрести за эти деньги у нас на данный момент? С помощью сервиса e-каталог я подобрал для вас модели в этом ценовом диапазоне. Что же мы имеем? Самый большой экран среди конкурентов, самый новый Android, порт USB-C, а не microUSB, как у всех, наибольший объем внутренней памяти и самая емкая из всех батарея. Радует и наличие NFC-чипа, который из представленных моделей есть только в Huawei P20 Lite. Прибавим к этому неплохой энергоэффективный процессор и камеру с самым хорошим значением светосилы и наибольшим количеством мегапикселей. Это значит, что она будет выдавать более хорошие снимки в условиях недостаточной освещенности, чем конкуренты. В общем, я могу назвать Юмидидиджи F1 лидером в классе на данный момент. Его смело можно рекомендовать к покупке. Вы можете самостоятельно открыть эту таблицу сравнения и детальнее изучить ее, ссылка также будет в описании. Ну а еще одной хорошей новостью будет то, что Юмидиджи запускает розыгрыш для 10 устройств, ссылку на которые я также оставлю в описании. Смысл состоит в том, чтобы набрать большее количество баллов, зарабатывая их, делясь их роликами в соцсетях и подписываясь на различные группы производителя. Чем больше набрал баллов, тем выше шанс выиграть. Так что и вы не упускайте свой и испытайте удачу. Да и даже если вы не выиграете в конкурсе, с такими характеристиками и ценой, Юмидидиджи F1 будет выгодной покупкой и прослужит вам не один год. Ссылку, чтобы приобрести его на Алиэкспресс я тоже оставил в описании. Ну а на этом у меня все. До скорого!